Никакого развития, потому что я не могу выкупить эти 90 квадратных метров Обращался с письмами неоднократно Любые причины находят для того, чтобы не отказать Предприниматель Константин Фадеев из поселка Тенишево Решил года этак три тому назад диверсифицировать, как говорится, свой бизнес Возил он стройматериалы для прокладки дорог в сельской местности А тут вот, в соседней деревне Антоновке, решил было и личным подсобным хозяйством Обзавестись, для чего приобрел участок, мечтал взять в аренду пару озер, рыбу разводить Но зачем? Незадолго до того, как затевать подобные прожекты Он спрашивается, жаловался на самого, самому Писал письма президенту, в которых строчил, что надо бы обязать местную администрацию Рассчитаться перед предпринимателем за проделанную им когда-то работу, что она делать не спешит Деньги, кстати, вернули, но осадок остался Он сказал, что обращение к президенту – путь в никуда Так оно, в общем, и произошло Первым делом опальному районному дельцу ударили по вполне себе физическому лицу Хотя выбрали все же юридическое Впаяли штраф в 100 тысяч рублей за, дескать, нецелевое использование участка Ну, вроде как, это не материалы для постройки дома, а нечто на продажу Штраф через суд Фадеев опротестовал Но строиться здесь ему все равно не дают Для постройки дома нужно еще 90 квадратов земли В фасадной части участка, никому, кстати, не нужного Но не дают И нынешний глава, значит, искал причину, как меня придушить А вот с этим участком у села Красновидово вышло вообще нечто такое Что и у Салтыкова Щедрина не отыщешь Участок прибрежной полосы был арендован Фадеевым для разгрузки товара, прибывающего по воде Все документы на участок в порядке Но вот границы его почему-то, со временем, приобрели свойства живой материи Часть арендованной земли, независимо от воли хозяина, ушла под воду Фадееву впаяли еще и частичный захват Великой реки Волги У меня получается, что я захватил землю Координаты поменяли, мой участок не здесь, мой участок там под водой 100 тысяч штрафа мне И что вы могли тут делать? Я мог только дайвингом заниматься, больше ничем Чтобы никто слова не скажет О развитии предпринимательства и речи не шло Чтобы, как говорится, что-то развиваться и что-то делать Потому что от администрации был только один прессинг И искали только причину для того, чтобы придушить и уничтожить твой бизнес Хорошо, часовни старой рядом не оказалось, а то бы он и ее, знаете ли Штраф он опять отсудил, кстати, но участок у Фадеева все же отобрали Участок сейчас не мой, глава мне сказал, работать не дам Постройка самовольная и снести все здание Ну тут... 20 сантиметров залезли, а здание все надо Да, надо все здание, значит, снести Вот Вместо того, чтобы поддерживать малозредний бизнес, тут открытое вредительство Да какие там сотки, гектары, метры квадратные В Камском устье предприниматель Валерий Синчугов пять лет воюет за 20 сантиметров пространства Это его постройка Справа магазин, посередине закусочная Слева он собирался было поставить нехитрое производство Пельмени, котлеты и прочее Но Синчугов, видно, тоже делиться не привык И однажды ему сообщили, что залез он своим кирпичным строением на чужую территорию Размахнулся аж на 20 сантиметров А значит, свой домик тыквы снести должен немедленно Зачем сносить? Взмолился Синчугов Ну давайте я подвинусь на эти 20 сантиметров Ну или куплю их, наконец Ну не нужны же они никому Пустырь Нет, нет и нет Нам дорого ломать И вообще неохота ломать Потому что столько сил вложено Но уже почти пять лет мы ничего не можем сделать Вы пять лет не можете купить 20 сантиметров земли? Вот да, вот идет борьба Вот около пяти лет Или даже больше пяти лет А ведь каждый из них еще шевелящихся Еще копошащихся в чем-то на вес золота для района Который касается дна сводного районного рейтинга экономического благополучия Но кто, если не они, местным властям в помощь? Мы, кстати, поинтересовались Слышали ли они хоть что-нибудь о некой промышленной площадке в районе? Слыхать слыхали Вы вообще видели эту площадку? Вы там были? Я там не был, но я в курсе этой площадки Говорят, никто туда не идет? Да, потому что здесь либо должен прийти на эти площадки большой инвестор А где же его взять? А где его взять? Правильный вопрос Вот Слышал, но я ее не видел и не знаю, что она работает Не в курсе Не знаю, не могу сказать А это совершенно неудивительно, что районные предприниматели и слыхом ничего не слыхивали ни о какой промышленной площадке Потому что выглядит она вот так И сразу ей поймешь, что это некая промышленная площадка, а не просто какая-то огороженная территория вокруг завода Можно подумать, что вот этот завод, это и есть самый главный резидент на этой площадке Но это не завод возник на промышленной площадке Эта площадка возникла вокруг завода три года назад И, собственно, резидентов здесь сейчас два Это сам завод и еще небольшая компания с ним аффилированная Три года назад их было ровно столько же Ну, прогресс налицо Площадка есть? Есть Резиденты есть? Есть Чего ж вам еще? Но даже дилетанту ясно, что на территорию опережающего развития вот эти ничтожные два гектара явно не тянут Есть и газ, и электричество Но недоразвитость и непривлекательность чувствуется Парк юрского периода А уж специалисту и одного взгляда достаточно По-дилетантски, по-бытийски, да? Как минимум, завод, забор надо передвинуть Чтобы вошла в него территория развития, да? Во-вторых, вижу, что от завода самого, от корпуса, да? До того места мало Места мало У каждого здания есть своя охранная зона И потом, смотрите, зона ЛЭП В зоне ЛЭП под ней может проходить дорога, а здание строить нельзя Мы сразу получаем ограничивающий, как бы, фактор, да? Мне кажется, это не самый лучший вариант, да? Просто хотели аккредитовать, выполнить, как бы, да, галочку Что поставили, что президент не бил их, да? И вот, ну, в этом плане, да? Ну, во-первых, надо сказать, что особых условий, наверное, никаких особых нет Надо, чтобы было прийти желание Тех, кто хочет прийти Сказать однозначно, почему не приходит, сложно Но я думаю, этот вопрос, опять-таки, дело времени Сказать, почему не приходит, несложно Это не дело времени Это дело главы И некоторых его замов Которые замещают в районе не только самого хозяина Но и обязанности высшего над всеми давлеющего разума Константин Фадеев, представленный нами, как предприниматель в начале сюжета По правде сказать, теперь уже просто пенсионер Бросил, завязал Невозможно Администрация не помогает Развития никакого нет Кредиты получить невозможно И люди меняют место жительства и уезжают с района В наших районах предприниматель В документах, наверное, скоро будут писать только со скобочками после слова Мол, понятие устаревшее Михаил Любимов, Хамит Шамсеев и Андрей Мохов Семь дней